кастом фонс или свои шрифты пользовательские шрифты давайте в этом уроке подробно разберем зачем это нужно и как загрузить шрифты а непосредственно в элемент про меня зовут федор васильев прежде чем мы будем разбираться и изначально смотреть вообще как посмотреть какие шрифты на у нас уже работают уже действует да нужно нам привести в какой-то вид наш шаблон наш сайт даже если у нас ничего еще нет нам нужно это сделать как я уже говорил ранее и говорил в своем бесплатном мини-сериале который я записал не так давно про элементар я использовал бесплатную тему hello он так называется от производителя плагина элементар давайте сейчас ее быстренько установим внешний вид темы нажимаем добавить новую поле поиска я пишу hello вот так она выглядит вот эта тема нажимаю установить это простая легкая тема не имеющий дополнительных настроек обратная сторона медали этой темы вот этой простоты то что она легкая страница должна загружаться быстро нам и не нужна тут какая-то мощная тема с большими настройками потому что у нас все должен сделать элементар наш плагин так я активирую данную тему если я пойду сейчас на сайт главную страницу да то есть нам надо оформить главную страницу уже что-то изменилось ну просто у нас сейчас уже показывается тема hello потому что она активна теперь нужно элементар нашу страницу наш холст настроить сейчас пока выводится последняя запись для этого нам нужно определиться перехожу в странице допустим элементар 9 вот это будет главная страница нажимаю изменить назову ее главное нажму здесь обновить и нажму редактировать в элементар чтобы избавиться от слова главное избавиться от тайтала и от от описания description да вот здесь у нас переходим вот сюда в левый нижний угол шестереночка кликаем по ней макет страницы я выбираю холст элементар нажимаю обновить далее так как у меня но wordpress абсолютно новый свежий я не производил практически никаких настроек вот что еще нужно сделать выйти в консоль перейти в настройки здесь выбрать чтение вот здесь и а видите ваши последние записи у нас выводится на главной странице вот выбираем статическая страница главная страница его здесь выбирая главное и нажимаю сохранить изменения после этого я иду на сайт обновляюсь все чистый холст элементар можем создавать страницу далее я возвращаюсь странице наша главная страница редактировать в элементов чтобы начать работать со шрифтами нам нужно плагин текста переместить например то заголовок какой-то текст и нажму внизу здесь опубликовать пойду на главную страницу обновлюсь видим заголовок видим текст я покажу на примере сайта который я делал показывал как делать в своем мини-сериале в бесплатном сериале да про бесплатный плагин элементар и как быстро и удобно просмотреть шрифты какие на сайте вот сейчас у меня используются есть специальные плагины для браузеров я использую опера и у меня есть специальный виджет или плагин он называется фонс infos вот я его установил как только я его установил вот здесь у меня появляется такая иконочка маленькая я по ней кликаю и в всплывающем списке убираю здесь кнопку фонд фэмили шрифты и вот здесь вот вы можете видеть мелко показано что у этого заголовка весь такая накладка робота робота это название шрифта то есть когда вы поставили впервые wordpress поставили впервые элементар и просто начали делать сайт используйте тексты там сразу используется по умолчанию шрифт робота естественно то есть это google шрифт то есть шрифты от google и вот везде вы видите робота 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 то есть я ничего не менял здесь на сайте здесь действительно идут шрифты роботу это если вам вдруг будет удобно проверять но вообще вот этот плагин который вам показал вот это больше для тех кто постоянно занимается сайтами то есть делает сайты на заказ сайты и этот плагин удобен будет именно таким людям если вы создаете один свой сайт то наверное этот плагин вам не понадобится просто для удобства я вам показываю что от везде используется робота как шрифт можно поменять индивидуально то есть у каждого текста есть такая возможность у каждого плагина текста и вообще где используется текст везде есть возможность менять шрифт то есть например к заголовку я нажимаю на карандашик дальше я перехожу стиле здесь типография кликаю по карандашку у нас уже робота назначен шрифт но вы можете вот здесь шрифты поменять вот они если я сейчас возьму эрил то шрифт будет назначен только заголовку эрил и системные шрифты самые простые эрил то хома вердана вот их немного вот их тоже можно использовать и в принципе мы за счет шрифтов системных так сказать безопасных шрифтов выиграем немножко в скорости то есть скорость загрузки сайта потому что google page speed тоже будет ругаться на google шрифты видите дальше идет раздел google их тут гораздо больше и тут вот шрифты все идут от google поэтому если вы не хотите заморачиваться загружать свои какие-то собственные шрифты и скачивать их сначала на компьютер то в принципе если вам подойдут можете поиграться по выбирать а шрифты например вот эрил я взял для заголовка обновлюсь пойду на сайт через приложение видите подсвечивается эрил но тема урока показать вам как пользоваться своими шрифтами то есть прямо скачать их например с сайта выбрать шрифты которые нам нужны и загрузить непосредственно прямо к нам в элемент в wordpress и давайте я вам покажу один из самых наверно популярных сайтов вам его будет просто достаточно здесь достаточно много всяких шрифтов это фонс онлайн ру вот этот адрес можете просто в яндексе написать шрифты и он будет один из первых вот этот сайт и как им пользоваться и на что нужно обращать внимание если вам нужно делать сайт на русском языке тогда вам нужно кириллические шрифты вот здесь есть пункт эта категория нужно по ней кликнуть и отсортируется большое количество шрифтов внизу есть навигация то есть это странички 123 их тут очень много и вот это обычно это демонстрация шрифта как шрифт выглядит хотя здесь написано на английском языке вот все вот эти демо примерки ведь они все разные этот на самом деле демо как реально будет выглядеть шрифт на сайте но что нужно сделать еще нужно кликнуть по шрифту которого заинтересовал и вот просмотреть именно вот здесь то есть как выглядит специальные символы знаки которые вы будете использовать где-то в тексте посмотрите вот русские буквы как они выглядят то есть реально как бы выглядит нормально также здесь есть как бы и русские шрифты вот они русские шрифты то есть просто если вы будете скачать какой-то шрифт он может поддерживать например только какие-то английские слова а русские будет либо плохо отображать а либо как-то некрасиво поэтому здесь нужно внимательно здесь к этому подойти какой здесь есть еще нюанс каждый шрифт имеет название если вы знаете название своему шрифту то его можно найти вот 10 в поиске например вот я в поиске ввел шрифт я его знаю ubuntu так называется шрифт и на что надо обращать еще внимание у нас как правило заголовки просто текст какие-то специальные текстовые блоки там по скриптум или еще что-то они имеют как правило разный стиль и как это понять смотрите вот есть просто шрифту бунту есть ubuntu italic то есть обратите внимание сравните их это просто шрифт а тут уже наклон букв то есть и это уже разная стилистика то есть по идее вам нужно найти один шрифт и скачать на компьютер сначала а с разными стилями то есть есть ubuntu болт italic то есть это наклон плюс жирность не обязательно качать все качать хотя бы три шрифта например обычный наклонный и жирный вот ниже ubuntu medium но такой средней жирности да например вот ubuntu болт то есть это просто жирный текст и по мере того как вы пишете какой-то потом текст на сайте вы будете выбирать шрифт тот или иной то есть или жирный ubuntu или просто ubuntu или наклон вот они несколько шрифтов дело в том что если вы найдете какой-то шрифт визуально в кириллических шрифтов который вам понравится не все шрифты имеют разные стилистику то есть он может быть в единственном экземпляре и тогда этого может быть вам недостаточно просто то есть можно конечно использовать разные шрифты но не рекомендуется то есть такой есть совет для вас вы выбираете один шрифт но вы скачиваете с разными стилями там italic bold medium какие вам понадобятся light например еще есть да как качать ubuntu заходим ставим птичку и нажимаем скачать все и шрифт будет скачиваться на компьютер шрифт обязательно должен иметь такой формат вот я уже на компьютер скачал три шрифта ubuntu ubuntu болт и ubuntu light italic то есть смотрите вот так выглядит шрифт и у него видите формат ттф обязательно обращайте на это внимание просто у некоторых шрифтов сайта которая показала бывает а другое расширение шрифта другое расширение шрифта у меня не получил загрузить в элементар поддерживается только ттф то есть сначала вы выбираете шрифт находите название качаете 23 стиля одного и того же шрифта и дальше уже мы можем приступить к загрузке шрифтов в элементар перехожу в админку своего сайта перехожу элементар и кастом фонс здесь похожий ситуация как в прошлом видео я показывал кастом на иконке нажимаем и днюю название шрифта я пишу ubuntu и нажимаем на на кнопку от фонд варится нажимаем а пусть не пугает вас вот эти все поля нам нужно поле только ттф вот здесь вот написано ттф файл напротив ттф нажимаю upload кнопку загрузить нажимаю выбрать файл с компьютера нахожу папку выбираю шрифт шрифт загружен я предлагаю сразу загрузить остальные ваши шрифты но тогда нужно запомнить название 3976 это просто ubuntu без всяких стилей я его выделяю здесь нажимаю вот на эту кнопку здесь я его выбрал здесь также можно управлять насыщенностью шрифта normal нормально оставляю style то есть стиль я не меня а дальше я нажимаю еще раз на кнопку вот сюда и добавляю у меня же еще два стиле кнопки ттф напротив ттф upload шрифт 3969 у меня это болт жирный выбираю здесь вот я выбираю болт дальше осталось выбрать light шрифт выбираю данный шрифт вставить давайте попробуем здесь ничего не менять в общем добавляйте столько шрифтов сколько вам нужно когда все закончили нажимаете здесь опубликовать здесь вы можете обратить даже внимание как он выглядит смотрите там где выбрал болт он действительно жирный но там где нормал нормал я ничего не менял он видите выглядит одинаково хотя шрифты разные видите имеется наклон и тонкие буквы например у верхнего шрифта здесь у меня нету наклона как редактировать шрифт просто вот edit можно нажать здесь style я выбрал вот этот вариант нажимаю обновить и в предпросмотре теперь шрифт выглядит нормально видите да жирный и наклон то есть один шрифт с разными стилями теперь данный шрифт я могу использовать на всем самом сайте использовать только загруженный шрифт к себе в элементу что еще можно сделать например перейти на сайт обновить страницу нужно понять как глобально настроить тут все-таки rl у меня выбрана здесь а у бунта выбрана но это ранее загруженный мной шрифт когда я тестировал это не значит что сейчас он уже действует то есть сейчас я перехожу в странице редактировать в элементар для того чтобы у нас эрил шрифт не действовал нам нужно здесь аппаратно перейти и вот кликнуть на эту иконку стрелки круговой чтобы сбросить все эти манипуляции чтобы все по умолчанию меня от этого текста было соответственно здесь я типографию не трогал нажимаю обновить нам нужно добавить глобально да то есть вот просто сюда переходим для всего сайта глобальной шрифты стандартные шрифты то есть основной заголовок сайта мы выбираем смотреть виде кастом фонд есть у меня ubuntu выбираем ubuntu сразу видно что здесь текст меняется и вот смотрите насыщенность то есть получается что у нас этот основной заголовок это у нас заголовок 2 давайте его сделал заголовок первого уровня обновить стандартные шрифты ubuntu и здесь болт готова то есть будет все заголовки будут у нас жирные и стилем ubuntu вторичный также ubuntu и здесь например normal или можно также поиграться с насыщенностью но опять же надо больше текста на сайте что было чтобы лучше понимать и смотреть как это выглядит на сайте потому что в режиме реального времени нас сразу это применяется основной текст этого скорее всего этот текст тонкими маленькими буквами которые я добавил здесь я выбираю ubuntu сразу видно он меняется и он под наклоном например основной текст я не хочу чтобы был наклоном для этого надо вернуться в кастом на шрифты и кое-что подправить то есть я возвращаюсь элемент и кастом фонд захожу ubuntu и захожу редактировать то есть смотрите здесь я оставил нормал а здесь выставил 500 и нажал обновить это для я подразумеваю что это обычный ubuntu без наклона без супер жирности чтобы использовать для массы текста то есть обычного текста то есть параграф для параграфа обычный текст то есть вот эти манипуляции здесь вел и дальше уже проще здесь со страницей возвращаемся в странице редактировать в элементар стандартные шрифты основной текст видите ubuntu здесь остается а вот здесь я выставляю также 500 вот он меняется нажимаю готово давайте пройдем на сайт обновлюсь вот наклон исчезает буквы нормальные небольшие нежирные и шрифт ubuntu заголовок жирный и давайте посмотрим фонд family вы видите появляются такие лейблы над текстом что здесь ubuntu здесь ubuntu то все мы точно знаем на нашем сайте шрифты плясать не будут есть такое понятие да когда например используются шрифты не поддерживающий кириллицу английский буква одной величиной русские другой величиной или используются разные несоответственные шрифты на сайте тогда есть такое понятие как гуляют шрифты пляшут шрифты сейчас в этом моменте у нас все нормально со шрифтами мы определились теперь вы знаете как этим управлять как эти манипулировать спокойно можно делать сайт и уже заведомо сайт будет быстрее грузиться когда шрифты загружены непосредственно к нам на сайт они подтягиваются где-то например от гугла если вас заинтересовал плагин элемент рпро вы сможете купить его по удобной ссылке в описании под этим видео таким образом поддержав меня на этом здесь все и увидимся с с вами в следующем видео субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» и субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»